22 октября в семье Матеевых произошла трагедия. У них полностью сгорел дом. В этот день дома были его жена и дети. Пожар начался с кухни. Все произошло быстро. За 40 минут от жилого дома не осталось ничего. По словам семьи, их спасло только, что у них несколько выходов на улицу. На момент случившего меня дома не было. Но, как рассказывает жена, огонь начался с кухни. Вместе с детьми она выбежала на улицу. Пока приехали пожарная служба, половина дома уже сгорела. Самое главное, что все живы-здоровы. Хорошо, что у нас несколько выходов на улицу. Выжили только благодаря этому. Пока ремонт не планируем. Да и возможности пока нет. Это дом они приобрели несколько лет назад. За 40 тысяч долларов. В 2018 году семья застраховала жилье в государственной страховой компании. Один раз в год оплачивали по 600 сомов. На сегодняшний день на этот вид страхования, на страхование жилье составляет тариф в городской местности 1200 сомов, а наша ответственность до миллиона сомов. А в сельской местности 600 сомов в год страховой взнос, а наша ответственность до 500 тысяч сомов. Под ответственностью государственной страховой организации находится около 72 тысячи объектов. Из них, допустим, вот у нас льготники тоже есть. Допустим, мы инвалидам первой и второй группы страхуем бесплатно. А третьей группы 50% скидка, страхуем взнос. Допустим, если в селе 600 сомов, они бесплатно страхуем инвалидам первой и второй группы. А третьей группы 50% скидка – это 300 сомов получается. Сергей, тоже чуть-чуть минусом. И сегодня пострадавшей семье страховая компания оказала помощь, выплатив суммы в размере 400 тысяч сомов. Я хотел бы обратиться к гражданам, что это государственная компания страховая. Она это гарантируется с государством. Народ обратится, чтобы надо страховать свое жилище, имущество, транспорт именно в государственную страховую компанию. Если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, то в этом году на 40% меньше пожарных случаев. Но, к сожалению, больше человеческих жертв. Буквально 13 декабря в селе Новопокровка из Сокотинского района произошел пожар, где погибли трое детей и 25-летняя женщина. 13 декабря 21-летний парень хотел затопить печь в кошаре и использовал для разжигания бензин. Затем пламя перекинулось на одежду молодого человека, а горящая бутылка упала на пол, вспыхнул пожар. Сам виновник происшествия выжил и уже обратился в РОВД. Площадь возгорания составила 320 квадратных метров. Сгорели кровля, две комнаты и прихожая. 1080 квадратов нам удалось оградить от огня. О пожаре стало известно 13 декабря в 14.36. Наши сотрудники прибыли на место в 14.51, локализовали пламя в 15.15 и полностью ликвидировали в 20.47. А также хочу обратиться к нашим гражданам. Прошу вас, соблюдайте меры пожарной безопасности. Будьте внимательны при использовании электрических обогревателей. Будьте ответственны за свою жизнь и за жизнь своих близких. Отметим, по приезду на место происшествия нашей съемочной группе не удалось попасть на территории Кашара. Он был полностью огорожен, а ворота закрыты на ключ. На месте случившегося мы также не застали очевидцев происшествия.